снова здравствуйте дорогие друзья с вами по прежнему я алексей и сегодня в рамках рубрики путевые заметки новой серии путевых заметок мы с вами поговорим о dlc оригон а точнее о всей той информации которая за раз два три четыре целых уже месяца поступает к нам от разработчиков но чет как-то пока неизвестно вообще чё зачем почему когда она выйдет хотя бы примерных каких-то дат нам ничего не рассказывать ничего не сливают ну об этом очень мы сегодня с вами поговорим но перед этим как и обещал в прошлой серии путевых заметок я отвечу на несколько интересных комментариев которые были в получается в позапрошлой и в прошлой серии сегодня так объединю и быстренько я на каратенечко на все это дело отвечу итак под позапрошлым видео был самый популярный вопрос про рено t ну и собственно сразу он вытекает самый популярный вопрос уже в прошлой на серии путевых заметок там ну по сути получился ответ на тот самый вопрос я просто скажу от себя что с рено t пока что сейчас проблемы с лицензией реношники не хотят давать лицензию на этот грузовик на но как говорят сами разработчики на дни открытых дверей на поступила такая информация что они наняли одного там или несколько человек которые будут заниматься конкретно лицензированием у них есть опыт работы в этой сфере и они вот будут этим заниматься так что посмотрим но что касаемо мана евро 6 с ним в принципе проблем нет да тоже были некие терки опять же там мановцы отказывались давать кадовские чертежи то есть это специально такие чертежи они полностью всю модель там буквально передали грубо говоря разработчикам для того чтобы ее привнести в игру ну и вроде как там опять же да судя по слухам тех людей которые были на дне открытых дверей сейчас ман уже в принципе готов делается для него шоссе 8 на 4 и вполне себе возможно что-либо в следующем обновлении то есть 1.32 но наверно край в 1.33 уже мы с вами евро 6 увидим так еще вскользь пробегусь про пробегусь по комментариям самым популярным но в принципе там вы пишите уже практически одно и то же то есть про тюнинг про кастомизацию я просто от себя скажу что опять же на том же дне открытых дверей был такой знаете некий интересный намек на то что возможно в ближайшем будущем на трейлерах можно будет менять колеса то есть вот такая вот информация поступила не знаю как они это все реализуют блин ну если даже и так вот откровенно в лоб говорить явный намек на то что все-таки будет возможность покупки своего собственного трейлера но иначе как только если через вот эту шестеренку когда мы груз выбираем так больше никакой информации по этому поводу нет ну поживем увидим ладно перейдем к нашим бараном к нашей тске были ночи на самом деле жалко что игра как-то отошла на второй план ну наверно она как бы понятно что сейчас разработчики делать в основном пор именно на евротрак игра очень массовая не везде продвигают возят там трейлер целый с собой дают в нее поиграть ну и от ска там наверняка тоже есть но она больше чем уверен не пользуется такой популярностью в общем dlc оригон да это новый штат который ну реально фиг знает когда выйдет вот сейчас фоном сижу листаю блок на котором новости выходят ну и фоточки с него собственно говоря в это видео и повставляю первый намек нам дали в конце января если я не ошибаюсь и первую информацию официальную нам уже показали именно первого февраля то есть ребят считайте февраль март апрель май сейчас уже конец мая 4 сука месяца кормят анонсами ничего более конкретного чем просто какие-то фотографии местности местность определенно красиво оригон это очень круто все зеленое красиво здорово все выглядит ну блин ну информации-то мало ребят я понимаю что конечно да там при фабы новые трак стапы свои какие-то местные достопримечательности в патч 1.31 они и семицкий вот этот парк добавили то есть да видно что они как-то стараются работать на дтс к но народу там я как понимаю очень очень мало на ней трудится все очень ну не хотелось бы так конечно говорить то же такие мои самые самые черные мысли я сейчас высказываю но четко как кажется что мне там все очень плохо я надеюсь что вот эти новые ребята кстати опять же возвращаясь про день открытых дверей рассказываю все да из той статейки которая была у меня в группе канала вконтакте кстати ссылочка в описании подписывайтесь за обязательно чтобы не пропускать от подобного рода вещи в общем говорилось о том что да вот опять же эта команда которая занимается лицензированием не так давно в лас-вегасе если не ошибаюсь была какая-то выставка техники и в общем эти ребята до отправились и вроде как по слухам даже сейчас у ска с уже готова несколько моделей грузовиков то есть их по сути осталось просто лицензировать они их делают они показывают их производителям но те уже в свою очередь смотрят как она совпадает не совпадает с оригиналом так скажем ну вот если откровенно говоря та volvo которую мы с вами видели давно еще да на самых первых скриншотах она просто ужасная и я не удивлен что volvo не дает лицензию на это говно но это сервис это серьезно это какое-то говнище просто ну вот безумная какая-то тачка я не удивлен что volvo до сих пор брыкается болтается но как по мне поколение вот прошлой volvo она уже будет наверное не актуальна для хайпа да для того чтобы поднять интерес к игре все таки надо наверное уже новую volvo делать новое поколение вот этого 18 года ну ладно это мы немножко так отвлеклись от этой основной темы dlc оригон в общем дать dlc делается конечно но информации по нему крайне 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 мало вообще вот даже если сейчас так вот плюсы минусы раскидать по сторонам больше информации все-таки появляется по поводу прибалтики но под касаемо а тс я очень люблю american track мне нравится там ездить в мультиплеере конечно пусто но это уже как бы да дело такое третье в общем друзья что я вам хочу сказать оригон это хороший выйдет красивый штат он будет платный дальше пойдет следующий штат блин не забыл как он там называется то ю мои вот вот не подготовился но в комментариях обязательно напишите который там идет правее над невадой блин и все забываю его название и вот как я говорил да будет дефолтная карта просто окружена вот колпаком из платных дополнений и потом скорее всего разработчики уже конкретно пойдут на восток там у нас будет и техас и все такое прочее в общем поживем увидим пока ждем оригон ну и давайте я не знаю может в комментариях по вангуем кто что по этому поводу думает когда все таки будет не знаю дата релиза там месяц но я уже не говорю число ну кто-то может попробовать и с числом вангануть просто пишите там не знаю месяц ну год это наверняка будет этот но и лично я думаю вот судя по на той информации судя по тому как они медленность с нами эта информация делятся вот маленькими порциями я все-таки склоняюсь к тому что наверное это дополнение выйдет где-нибудь в июле августе вот что-то мне кажется где-то вот так под конец лета наверняка наверняка вот я просто уверен вперед выйдет именно прибалтика а потом уже будет добавляться контент для т.с. ну поживем увидим вот и все дорогие друзья такой получился у нас сегодня ролик вроде бы хотел об оригоне рассказать но рассказал обо всем рассказал о лицензиях касаемо дарина т мана евро 6 а также немножко поговорили с вами о вольво вообще о ситуации в т.с. к в целом ситуация пока что на данный момент плачевная конечно же да сказывается то что народа не хватает не хватает им людей чтобы работать над игрой как-то более продуктивно ею заниматься ну мы такие люди мы подождем нам не привыкать ждать друзья и я уверен что разработчики все-таки наберут большую команду которая сможет поднять с колен american truck и он составит реально хорошую конкуренцию евро трак симулятор 2 на этом все дорогие друзья пишите ваши комментарии напомню что самые залайканые попадут в следующую серию пазевых заметок но когда она будет это все зависит только от разработчиков все дорогие друзья я желаю всем огромной удачи и пока увидимся в следующий раз в следующий раз в следующий раз